Мальчик. Доброе утро! Доброе утро, телезрители! Доброе утро, наши любимые гости! Я вам напомню, у нас в гостях Инесса Петухова, хенд-мейд-мастер, которая делает вот таких чудесных персонажей. Я даже не знаю, какие-то сказочные-пресказочные. Доброе утро, Инесса! Да, здравствуйте! Выглядите прекрасно! Спасибо! Несмотря на то, что такая погода... И ранний час, да? И вы, причем, добирались из Светлогорска, я знаю, к нам. Но вы просто тетете и пахнете, как говорится. И ваши персонажи такие жизнерадостные. Скажите, что... Да, они веселые. Скажите о них. Я автор и создатель сказочной волшебной страны Пампуландия, где живут игрушки, созданные моими руками. Ну, у них разные характеры. Я даже пишу некоторые истории про них. Ага, то есть они еще, собственно, и участники каких-то событий, да? Да, сказочных. Здорово! Скажите, как вы придумали вообще такую Пампуландию? Откуда у вас пришла такая идея? Вот как-то даже, я не знаю, меня часто задают такой вопрос. Вот как-то вот родилось и все. Вообще-то я с детства, ну, как творчеством, да. Так скажем, где-то класса до седьмого. Мне было 14 лет, но я играла в куклы. Ну, это нормально, это даже хорошо. А скажите, давно ли вы вот этим всем занимаетесь? Игрушками я занимаюсь четвертый год. Насколько я знаю, вы вышли на пенсию и занялись игрушками в плотном. Нет, я на пенсию не вышла. Нет еще? Нет еще. А-а-а! Ложная информация, как я могла такое подумать? Да. То есть вы все совершили? Я уже инженер-программист, проработала потом. В силу обстоятельств я ушла из этой профессии. Сейчас я работаю в студии красоты здесь, в Калининграде. Ну, и вот с недавнего времени, так скажем, это мое хобби. Ну, несмотря на то, что хобби все-таки, ну, некоторые финансовые, так скажем, от этих души поддержки. То есть вы их продаете? Продаю, но продаю я не в таких и не в больших количествах, это все-таки такое более душевное занятие. Что-то, может быть, на заказ делаете? Делаю на заказ. То есть даже такое есть? Есть ли у вас какой-то коллектив, который тоже самое поддерживает, занимается, последователей? Есть последователи, да, проводим мастер-классы. Вот у нас в феврале даже была 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 и выбирала. То есть вы можете каждого научить делать вот таких вот замечательных? Да. Ну, слушайте, можно вот прямо? Да, конечно. Мне вот очень нравится вот этот вот котейка. Скажите, что это за кот? Граф Котовский. Ага, Граф Котовский. Какий у меня замечательный ботин. Да. То есть эти игрушки сшиты из текстиля. То есть работая в технике грунтованный текстиль, да, они грунтованные. То есть это обычная белая бязь, она потом покрывается. То есть они, в принципе, очень даже долговечные, да? Очень красиво. Сирать их нельзя. Я очень хочу посмотреть вот это вот ангелочко. Да, это ангелочко. Особенно сейчас в преддверии Дня всех влюбленных. Да. Такой подарок, мне кажется, просто чудесный. Ну, вот этот вот петушок вначале был создан. А, ну это вообще символ. Такой году петуха, да, символ года. Потом его курочка, такая парочку попросили. Курочку. Здорово, так красиво. Да, ну вот, как, например, вот такой вот котик к 23 февраля, а можно, да, такой небольшой свиньер. То есть у вас, в принципе, на любое, действительно, событие у вас есть какой-то персонаж. Но я заметила, у вас чаще всего все-таки дракошки. Да, это моя главная героиня, мой талисманчик, дракончик Жужа. А потому что родилась я в год дракона. А, поэтому у вас их так много. Да, такие дракончики. Я и думаю, странно, что вы дракончиков прям любите особенно. Они у вас всех цветов и, как говорится. Да, да, они есть такие. Ну, у меня есть страничка ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. Кто желает посмотреть, вот. Маленький дракончик Жужа. Да. Какое здоровское имя у него. Инесса, вы творческий человек, насколько я знаю. Я хочу вам маленькое такое задание отдать, каверзное немножко, потому что у нас будет проводиться кастинг сегодня на роль телеведущего. На утро на колесах, да, в том числе. И вот я хотела бы вам предложить немножечко попробоваться в этом кастинге, если бы вы вдруг хотели бы участвовать. Очень волнительно. И стать телеведущей. Я вам предлагаю быстренько прочитать. У меня такая маленькая рубрика заготовлена. Ваши объявления. Ага. И вы должны, значит, с выражением... Чувством, с толком, да. С расстановкой, да, прочитать вот эти небольшие объявления. Так что давайте дерзайте, Инесса. Я вас верю. С самого начала. Да. Рубрика «Ваше объявление». Придумаю имя вашему ребенку. Звоните по телефону 45 83 58. Спросить Кецалька Атли, Некрономика Новича, Антарктида Носцева. А в прямом эфире бывает всякое. Нужно быть готовым ко всему. Давайте дальше. Вы слышали, как поют дрозды, а как лают собаки, орут коты? Прекрасная квартира у птичьего рынка специально для вас. Спасаю от женитьбы и замужества. Недорого и мерзко. А по-другому никак. Боксер-профессионал распишет вашу физиономию под хохламскую роспись. Слушайте, у вас чудесно получилось. Я думаю, вы бы получили. Да, однозначно роль телеведущей. Что ж, Инесса, время у нас ограничено. Передавайте приветы. Приветы всем-всем-всем творческим людям. Чтобы все задуманные планы свершались. Чтобы у всех вот все получалось, но немножко волнительно. Так, ну короче, всем счастья, любви, здоровья и всего самого-самого наилучшего. Спасибо большое, что вы пришли к нам, привели своих чудесных персонажей. Мы со всеми не познакомились. Сейчас еще их поподробнее все посмотрим. Приходите к нам еще. Вам всяческих творческих успехов. Мы вас были очень рады видеть в нашем утре на колесах. Что ж, сейчас у нас рекламная пауза, но оставайтесь с нами. Продолжение следует...